ребят всем привет и сегодня у нас небольшой видео обзор моего нового оборудования от производителя металл мастер хороший производитель оборудования по металлообработки и не только и как многие из вас заметили в основном все станки у меня этой фирмы металл мастер ленточно-пильные станки токарный станок и сегодня у меня появился еще один классный станочек этого же производителя сейчас мы с вами скроем коробочки ознакомимся с комплектацией произведем сборку пробежимся по техническим характеристикам и как всегда опробуем оборудование в работе так что присаживайтесь поудобнее налейте себе чайку или что-нибудь покрепче а я начинаю поехали возьмем канцелярский нож и и вскрываем посмотрим что же там внутри а что внутри очень тяжелая 100 килограмм инструкция по эксплуатации ребят как я и говорил станочек очень тяжелый это сверлильный станок офигенный станок не знаю как я буду сейчас его собирать один как-то надо умудриться собрать его в одного наверно сначала привернул стойку к площадке потом разорву коробку поверну головку установлю на стойку и аккуратненько подниму план такой потом не знаю как получится может даже не буду снимать этот процесс сейчас посмотрим я не знаю будет вам интересно не будет вам интересно короче сейчас посмотрю при помощи четырех болтов с гроверами которые шли в комплектации прикрутим стойку к опоре стойку с фланцем к нижней опоре прикрутили к нижней площадке теперь нам нужно будет установить рычаг на который потом установится стол но прежде чем нам установить рычаг нужно открутить стопорное кольцо ослабляем винт снимаем кольцо литолом обязательно нужно смазать гребенку все хорошенечко смазываем гребенку потом тоже смажем ну а теперь вешаем рычаг так друзья рычаг одели ручку накинули пока что не затянули устанавливаем обратно кольцо и затягиваем проверяем все отлично работает теперь можно затянуть болтик на ручке чтобы ручка не проворачивалась под болтик на валу имеется лыска надели ручку и по лыске затянули болтик хорошенечко протянули чтобы ничего не проворачивалась сам рычаг поворотный все регулируется и затягивается теперь мне нужно будет установить сверлильную головку показывает наверное все таки я это не буду потому что как я хотел не получится тут мне что-то придется подумать но это уже вне кадра сейчас установлю сверлильную головку и продолжим с вами дальше ну вот друзья вне кадра установили сверлильную головку в этом не помог друг она очень тяжелая в районе где-то 50 килограмм сейчас мы его до конца с вами подсоберем это уже будет в кадре потом пробежимся как я уже и говорил по комплектации по техническим характеристикам и в конце я покажу его в работе так что не переключаемся продолжим просмотр в комплектацию у нас входит сама сверлильная головка в сборе с электродвигателем рычаг под стол с колонной и фланцем основание сам стол конечно же как я уже говорил инструкция по эксплуатации на русском языке рукоятка патрон b22 с конусом под него конуса морза 4 ключ под патрон лазерная система пакетики работающие от батареек защитный пластиковый кожух клин при помощи которого можно демонтировать патрон и установить сверло с хвостовиком конуса морза 4 а также дополнительный я приобрел тисы который устанавливается на рабочий стол и можно в них зажимать различные детали и заготовки для дальнейшего сверления ну а прежде чем мы будем устанавливать стол надо все будет хорошенько смазать в данном случае с силиконом стол установлен да совсем забыл к сверлильному станку металл мастер м32 д шли еще набор шестигранников насадим патрон на конус ну а теперь установим патрон с конусом морза 4 и 0 сверлильного станка металл мастер м32 д теперь можно будет прикрутить рукоять она крепится на трех болтах здесь нам понадобится один из шестигранников который шел в наборе к этому станку что ли вы получаете как шел на год динамички это маленькая они не будут denn если к шелле это не придется поэтому это примерно чувак это не это не レ Станок практически весь подсобрали Нам осталось установить защитный кожух и лазерную указку Защитный кожух я ставить не буду, мне с ним работать неудобно Лазерную указку посмотрим, в принципе, это нужная вещь Также сейчас, пока не закрепляя, пока я еще не подобрал болтов Просто поставлю усиленные тисы, которые я тоже приобретал у Металлмастер На них также идет технический паспорт Видите, тиски Металлмастер станочные, усиленные, для сверлильных станков В принципе, станок осталось подключить и проверить его в работе Подключать я буду его временно, так как все станки по металлообработке моим Будут переставляться в другую мою мастерскую Ну а прежде чем пробовать его в работе, мы пробежимся по техническим характеристикам И начнем с самого главного А это сердце сверлильного станка Металлмастер М32Д Электродвигатель мощностью 1100 ватт Работает от сети 380 вольт, от трех фаз Сразу же откроем кожух И здесь мы видим табличку, на которой указан диапазон и скорость вращения шпинделя Количество скоростей варьируется от 160 оборотов в минуту до 2507 оборотов в минуту 12 скоростей Скорость вращения шпинделя изменяется путем перекидывания ремней Расслабляем вот таких вот два болтика С этой стороны и с той стороны Там же есть рычажок, при помощи которого можно расслабить электродвигатель и натянуть То есть ослабляем, перекидываем ремни Натягиваем и затягиваем этих два болтика В данном случае у меня сейчас установлена скорость 501 оборот в минуту Очень удобный механизм натяжения ремней И чтобы перейти с одной скорости на другую, не составляет труда На пульте оператора установлены две кнопки Кнопка включения и кнопка выключения станка Сбоку станка установлена возвратная пружина Ход самой пиноли 120 мм Отверстие в пиноле под конус Морза 4 Также на этом станке есть очень даже интересная функция Фиксации пиноли И нужна она для того, чтобы сверлить заготовки на определенную глубину Например, установили нужное значение И сверлим детали и заготовки на 10 мм Устанавливаем значение Затягиваем барашком И ход пиноли в диапазоне 10 мм Можно 20 мм, можно 30 мм То есть очень удобная функция Максимальный диаметр сверления 32 мм Расстояние от колонны до оси шпинделя 228 мм Максимальное расстояние от пиноли до стола 530 мм Размеры самого стола 357 на 357 мм Имеются Т-пазы Размеры которых 18 мм Вертикальное перемещение стола 490 мм И помимо всего прочего Стол поворотный И поворачивается он от 0 до 45 градусов Для этого нужно ослабить болт вот тут вот снизу Повернуть стол на нужный градус и затянуть его Тоже очень удобная функция Как я говорил уже ранее Стол опускается Достаточно отпустить фиксатор И крутить вот эту вот ручку Можно стол опустить, можно поднять Обратите внимание какая тут мощная колонна И диаметр колонны 92 мм Друзья, а теперь посмотрим на его размеры Высоту, длину и ширину По самым выступающим точкам Высота 1609 мм Длина будем мерить от края стола до края электродвигателя 720 мм И ширину я думаю померяем основание Триста шестьдесят миллиметров Станок не маленький И вес его варьируется в районе 100 килограмм Плюс-минус Да и самое главное забыл сказать Обмотки на электродвигателе Медные, а не алюминиевые А это большой плюс Сам же весь станочек выполнен из серого чугуна В принципе основную информацию По сверлильному станку Металлмастер М32Д Я рассказал А более подробную информацию Вы можете узнать Пройдя по ссылкам в описании под видео И в закрепленном комментарии Ну а сейчас мы с вами перейдем От теории к практике Вне кадра я подключу этот станочек И мы попробуем его в работе Ну вот друзья, временно подключил станочек Как я уже и говорил Что он будет у меня стоять в другой мастерской Вся металлообработка будет стоять в новой мастерской И скоро вы ее увидите Ну а сейчас мы будем с вами сверлить А сверлить мы будем пластину Толщина которой составляет 9,95 10 мм Сверло диаметром 8 мм Сейчас пластинку зажмем в тиски И с первого прохода попробуем просверлить Ну все, пробуем Пластинку зажмем в тиски Отлично Быстро, качественно Станок жесткий Просто супер Ну а теперь попробуем И эту же пластину Толщиной 10 мм Просверлить 16-м сверлом Пластинку зажмем в тиски Пластинку зажмем в тиски Без проблем Просто супер Жесткость офигенная У этого станка И сверлить сразу 16-м сверлом Если бы у меня было сверло побольше Например на 30 Я бы сразу и на 30 Был бы им просверлил Чувствуется мощность станка Чувствуется три фазы Просто супер Я доволен Друзья Нет смысла сверлить Каким-то большим сверлом Тем более у меня его нету Станок мощный Жесткий Взрослый станок Уже для конкретных дел Я доволен своим приобретением И советую к приобретению Его вам Сверлильный станок Металлмастер М32Д Более подробную информацию По этому станочку Как я говорил уже ранее Вы можете получить Пройдя по ссылкам В описании под видео И в закрепленном комментарии Ну а на сегодня у меня все И надолго я с вами не прощаюсь Увидимся в следующем видео Всем до скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok